Так вот, вчера успела, выстирала. Пришлось сушить. Ещё вчера в квартире Татьяны Разудиновой была канализация, а сегодня её перекрыли сотрудники ВД-канала. Татьяна задолжала коммунальщикам 13 тысяч рублей. Месяц назад руководство предприятия предупредило её об отключении. За это время женщина не успела погасить долг и осталась без канализации. Ну, не 50 тысяч, ну всякое бывает. Ладно бы я не платила бы совсем, а то ведь я плачу по мере возможности, я плачу всё время. И сегодня вот заплатила 4 тысячи. Сегодня жители Кунгура должают городскому ВД-каналу 2 миллиона рублей. Кто 50, кто 5 тысяч рублей. Но коммунальщики обходят всех должников, беседуют с ними, договариваются о возможной отсрочке долга. Если люди отказываются платить, блокируют канализацию. Жить без канализации очень сложно на самом деле. Очень много благ цивилизации, к которым мы привыкаем, они теряют тот смысл, который несут. Это не стиральную машину не включить, это не сходить, грубо говоря, в туалет, да. Это не воспользоваться душем. Специалисты действуют через крышу, где они с профессиональной точностью определяют стояк должника. Главный помощник коммунальных Карлсонов – видеокамера. С помощью камеры, прикреплённой на тросе, рабочие сначала исследуют состояние трубы. При хорошей доступности ставят заглушку. Так выглядит сама заглушка, которая в виде трубочки под давлением опускается до квартиры неплательщика, где затем раскрывается, перекрывая канализационную трубу. Сама процедура занимает не более 15 минут на одну квартиру. Ежемесячно в списке коммунальщиков до 20 квартир. Услуга платная стоит 6 тысяч рублей. Причём сумма автоматически вписывается водоканалом в платёжки должников. То есть помимо основной суммы долга, человек должен оплатить ещё эти затраты, 6 тысяч рублей. Случаи есть, мы не первый раз так работаем. С определённым, конечно, нежеланием, но люди идут, оплачивают. И в принципе система такая. То есть план такой, что должники, которые оплатили, оплачивают те работы по ограничению следующих должников. Татьяна Разудинова в отчаянии. Долг у неё накопился из-за сложных семейных обстоятельств. У женщины двое несовершеннолетних детей. Две кошки, собака. Теперь они, жители пятиэтажки, моют посуду, делают уборку, а воду выносят на улицу. Да, конечно, надо стирать. Каждую неделю стирать надо, отправлять их в школу. Всё. Сейчас не знаю, как буду. Но сказали ещё, что 6 тысяч надо за подключение. Но у меня таких денег нет. Сотрудники водоканала говорят, это хороший способ подействовать на должников. После очередных отключений сумма долга в 2 миллиона рублей сразу сократилась на 300 тысяч. Юлия Долгова, Михаил Овсейчик, Пермский край.